Пять с плюсом. Такую оценку дали курорты участники Международной конференции Шанхайской организации сотрудничества. Это хороший результат, отметил, открывая планерку глава города. Но если сбавить темп, особенно в курортный сезон, взятую планку можно и уронить. Поэтому у сотрудников администрации начинается горячая пора. И первый вопрос повестки дня – состояние пляжей. Если вы бы слушали внимательно туроператоров и турагентов, которые приезжают в Сочи, они говорят – замечательная набережная в Эмеретинке, в принципе, неплохое море в Адлере. Но пляжей в центре Сочи у нас нет. А нет, потому что вы их превратили в торговый ресторан такой длинный, грязный, хаосный. Еще раз говорю, думаю, последний раз – открыть в полном объеме море. Глава города потребовала своих подчиненных и арендаторов пляжей центральную набережную курорта к 1 июня привести в полный порядок. Пляжи отсыпать, всю торговлю и зон отдыха убрать. Не менее жарко обсуждалась тема канализования курорта. Далеко не лицеприятную информацию пришлось выслушать руководителю Сочи-водоканала. Есть улица Целинная, где давным-давно была построена канализационная линия. И жители улицы Целинной готовы были подключаться. Но опять же, ваши сотрудники, и они это подтверждали, наших жителей, которые хотели подключиться к трубе, направляли к какому-то частнику, который с них требовал по 150 тысяч рублей. Я прошу об этих фактах, которые стали нам известны, чтобы было проведено тщательное расследование и при необходимости возбуждены уголовные дела. Прокурорская проверка компании Сочи-водоканал будет проведена не только по факту обращения жителей улицы Целинная, но и по всем случаям, которые стали известны администрации города. Глава курорта потребовала от руководителя коммунальной службы в кратчайшие сроки подключить все жилые дома, которые подали заявление на технические условия. Последним вопросом повестки дня стала подготовка к курортному сезону. До старта остаются считанные дни. Все службы переходят на особый режим работы. В частности, дворники теперь должны завершать уборку улиц к 7 утра и поддерживать чистоту вплоть до 10 часов вечера. Кстати, старт сезона в этом году станет в прямом смысле ярким событием. Мероприятия начнутся в 9 утра в Олимпийском парке. Здесь можно будет насладиться ревом моторов спортивных машин на Сочи-автодроме. Рядом с главным входом в Олимпийский парк пройдет мото-шоу. Около ледовой арены Шайба развернется фестиваль дронов. В 13.50 любители адреналина ждут сначала на открытии экстрим-площадки, а потом на соревнованиях по скайтбордингу. Мероприятия в рамках открытия курортного сезона в Сочи будут проходить не только на земле, но и в воздухе. Авиашоу стартует в 15 часов. По оценкам специалистов, это по масштабности мероприятия второе авиашоу в стране. Будут принимать такие пилотажные группы, уже знаменитые на весь мир, как Руси и Стрижи. Они, как правило, показывают очень интересные фигуры высшего пилотажа. Это мероприятие больше демонстрационное, зрелищное, массовое мероприятие. Оно будет проходить с 15 до 18 часов практически 30 и 31 мая. Является открытым. 30 мая всех гостей Олимпийского парка ждут на концертной площадке рядом с музыкальным фонтаном. Приветствовать сочинцев и отдыхающих будет Дима Билан. В 9 вечера в программе праздничный фейерверк. Интересно будет и в центре города. В 7 вечера от Зимнего театра по курортному проспекту проследует карнавал. Его организаторы обещают гостям праздника незабываемые впечатления. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова